Так, многочлены продолжения. Сперва хочу внести некоторую ясность. Кстати, путаницы всегда очень много в этом месте. Вот я записал какой-то многочлен. Например, 15 плюс 2х плюс 11х квадрат. И записал я его с коэффициентами в десятичной системе исчисления. И вы меня спросите, ну как же так? Вы говорите, что многочлен вначале пишется, а потом уже применяется х равно 10. А ты уже записал коэффициент в десятичной. Друзья, на самом деле правильно его видеть вот в такой форме. Вот 15 как число, потом 2 как число на х, потом 11 как число на х квадрат. Вот правильная инвариантная форма записи. Действительно, она не должна содержать на самом деле никакого указания на систему исчисления. Ну просто мы-то, понимаете, мы-то с вами привыкли к тому, что мы все записываем в десятичную. Ну конечно, можно переписать коэффициенты в любой другой. Просто помнить, в какой системе исчисления записи чисел, уж знаете, на начальной математике типа обоснования того, что любое число записывается в любой системе, я не останавливаюсь. Ну просто, чтобы вы понимаете, что это как бы в основе этой записи тоже лежат многочлены. Но на самом деле, конечно, правильно видеть это как 15 чего-то, ну единиц, да, плюс 2, 2 экземпляра х, да, то есть надо будет умножить х на 2, плюс, значит, 11 экземпляров х квадрат. Но это все с целыми числами, с целыми, да. Когда у нас целые числа, то умножение, это означает суммирование там х плюс х. То есть вот здесь вот что такое 2х? Это х плюс х. Что такое 11х квадрат? Это х квадрат плюс х квадрат плюс х квадрат и так далее 11 раз. В произвольном кольце, да, в произвольном, это только в z. Это в z. Это в z. В произвольном кольце. Вот эти вот здесь сидят, да, просто его элементы и все. х квадрат, вот эти вот, то, что вот здесь сидит, да, это элементы в произвольном кольце k, это элементы из k. И уже нельзя сказать, что это означает просуммировать сколько-то раз, ну как бы вот единицу с собой, да. Просто взять некоторый элемент, сложить с некоторым другим элементом, умноженный на х. Но пока мы не подставили, х это ничего не означает, просто формальная запись. Но если мы подставим число, мы можем умножить внутри этого кольца, вот этот элемент кольца, на тот, который мы подставили вместо х. Вот, поэтому вот так это и надо понимать. Ну давайте теперь займемся какими-нибудь несколькими примерами. Ну давайте напишем многочлен 3 минус 5х плюс 2х квадрат. И посмотрим на него как на функцию. Как функция над кольцами остатков. То есть вот здесь вот 3 минус 5 и 2 сейчас это целые числа. Но я хочу, чтобы я, значит, теперь их сейчас буду трактовать каждый раз по-своему. То есть сейчас будет, значит, как функция над z по 2z, z по 3z, z по 4z, ну и z по 5z. Ну, хватит, да, просто для примеров. Значит, смотрите, сразу перепишем в удобной форме. Над z по 2z существует вообще только два числа, 0 и 1. Двойка это 0, 3 и 5 это единицы. Поэтому, значит, z по 2z, z по 2z, он равен 1 плюс x, и все. x квадрат нет, и его степень, внимание, его степень равна единице. Вот над этим кольцом степень этого многочлена 1, потому что это нулевой коэффициент. Ну и значения тоже понятны какие, да, при x равно 0 он дает значение 1, при x равно 1 он дает значение 0, потому что 1 плюс 1 в этом кольце равен 0. Вот, то есть это такая функция мигающая. 1 плюс x это мигающая функция. f от x записываю. Вот это x, это f от x. f от x, значит, соответственно, единица и 0. То есть меняет их наоборот местами. Так, дальше давайте посмотрим в z по 3z, чему он равен. В z по 3z он равен... Так, что такое минус 5? Это единица. А 3 это 0. Поэтому он равен x плюс 2x квадрат. И его таблица значений... Ну-ка. Нарисуем. x, f от x. 0, 1 и 2. У нас есть элементы в z по 3z. Ну, в 0, потому что у нас сгорел свободный член, так называемый. А 0 это свободный член, так называется просто. В единице, соответственно, равен 1 плюс 2, то есть тоже 0. В двойке равен 2 плюс 2 умножить на 2 в квадрате. То есть 8 плюс 2, 10 единица. Вот. Что я хочу отметить? Значит, этот многочлен равен 1 при x равно 2 и 0 при других двух значениях. Хорошо. Придумайте другой многочлен, то есть с другой записью. Придумайте другой g от x с той же таблицей. С той же таблицей значений. То есть чтобы он был равен нулю в нуле, нулю в единице и единице вот в этой, значит, в придвойке. Ну, открывать карту. Не, не буду открывать, сами придумайте. Мы потом получим, когда будем изучать многочлены внимательно, мы обнаружим такой феномен, что многочлены некоторые записываются совершенно иначе, чем некоторые другие. Даже с учетом того, что коэффициенты мы берем по модулю делимости на какое-то число, как остатки от деления. А значения при этом все одинаковые. То есть как функция два многочлена просто тождественно совпадают, но как записи они разные. И вот мы, когда будем рассматривать кольцо многочленов, соответствующее, например, z по 3z от x, z по 3z от x, мы будем различать в нем такие многочлены. То есть они будут различаться как многочлены, но тождественно совпадать как функции. Вот. Ну хорошо, может быть сейчас мы еще при z по 5z, я все-таки открою секрет какой-нибудь. Здесь вы сами придумайте, а при z по 5z я приведу в пример. Вот. Такие два многочлена, которые, соответственно, полностью совпадают. Так, давайте исходный многочлен запишем. 3 минус 5x плюс 2x квадрат. 3 минус 5x плюс 2x квадрат. Надо z по 4z запишем и над z под 5z. Значит, равен, чему же он равен? Ну, 3 это 3, минус 5 это тоже 3 по модулю 4, 2 это 2. Вот. И как функция заданная таблицей значений? x f от x. 0, 1, 2, 3. Давайте прямо вычислим. 3 в единице 3 плюс 3 плюс 2, 6 плюс 2, 0. Это 8, то есть 0. В двойке 3 плюс 3х2 это уже 0. И дважды 2 квадрат тоже 0. То есть он равен 0. А в тройке 3 плюс 3х3, 3 плюс 9 это 12, это 0. И дважды 3 в квадрате это 18, это 2. Вот какой многочлен. 3, 0, 0, 2. Вот чему он равен. А вот. Ну и, наконец, над z по 5z. Он равен 3 плюс 2х2. Сгорел центральный. И функция его такова. x f от x. 0, 1, 2, 3, 4. 3. 0. 3 плюс 2 равно 5. Так, дважды 4 это 8, 8 плюс 3, 11. Вроде бы 1, если не ошибся. 3 в квадрате 9, 18 плюс 3, 21, тоже 1. Значит, ну да, 3 квадрата и 2 квадрата отличаются на 5. Значит, и 4 квадрат это 16, 32 плюс 3, 35, то есть 0. Вот. Вот получилась такая таблица значений. Ну и завершу я все-таки примером. Давайте рассмотрим многочлен x в пятой и посмотрим его таблицу значений в z по 5z. Этот пример нам даст направление нашего дальнейшего исследования. x в пятой. Значит x, а вот x в пятой. x равен 0, 1, 2, 3, 4. x в пятой 0, x в пятой 1. 2 в пятой 32, по модулю 5 это 2. 3 в пятой 243, по модулю 5 это 3. 4 в пятой 1024, по модулю 5 это 4. Итак, x в пятой и x разные многочлены, но как функции они одинаковы. это настолько важно, что я даже сейчас не буду открывать секрета, почему так происходит. Об этом мы будем говорить немножко позже, но уже довольно скоро.